На лошадке Ереган и в Новый год поскачем! Пожелаем всем друзьям искренне удачи! Здравствуйте! Это главные новогодние новости сверхплана. И уже в санях, как видите, Вероника Новоселова и Павел Кольцов. Сегодня узнаем, в чем и с чем встретить Новый год. Расскажем о лошадках, опасной работе и им трудной судьбе. И, конечно, провожаем 2013 год. В чем-то он был удачным, местами не очень, но провожаем его с шутками, с прибаутками и частушками. Итоги года подводит красная бурда. Деревянная лошадка Резва приближается, старый год змеи ушел, новый начинается! Обсуждаем самые значимые события уходящего 2013 года. Падение метеорита под Челябинском стало главной мировой сенсацией марта 2013 года. Весь Аболиде разлетелась так же стремительно, как и его осколки. Так в Чебаркульском детском саду даже комки в манной каше оказались внеземного происхождения. Один из осколков знаменитого Челябинского метеорита долетел и до нашей редакции. Дело в том, что один из авторов красной бурды, Илья Александрович Вайнштейн, доктор физмат-наук, пользуясь служебным положением, принес один кусочек к нам в редакцию. Мы его встретили очень радушно, накормили, напоили и с Богом отпустили. Позднее мы узнали, что когда в Урфу приезжал глава ФСБ генерал Патрушев, уральские ученые подарили ему этот самый осколок Чебаркульского метеорита. Генерал Патрушев лично допросил метеорит, кто его к нам послал, на кого тот работает. Какие че это такое? Бомбардировка, арп-подготовка. Метеорит, конечно же, раскололся. И теперь те, кому положено, обладают бесценной информацией о нашей бескрайней вселенной. В России продолжается эстафета издевательств над Олимпийским огнем. Говорят, что в одном из городов участнику эстафеты передали этот огонь воздушно-факельным путем. Скажись, огонь бракованный. Традиции Олимпийских эстафет очень давние. Мы прекрасно помним картину из 80-го года. По стадиону бежит с факелом красавец-атлет Виктор Санеев. И как продолжение славной традиции, не менее эпические кадры. Прям! По Екатеринбургской улице бежит с факелом солидный, пузатый дяденька. А рядом люди идут. Что же касается жареного факта, инцидента с загоревшейся шапкой, мы поздравляем пламенного факелоносца Анатолия Горощенко со вторым днем рождения. С наступающим Новым годом! Майский приезд в Екатеринбург бывшей актрисы документального кино для взрослых Саши Грей на «Ладе Калини» произвел эффект разорвавшейся грелки. К моменту своего появления у нас Саша уже бросила свое нехорошее ремесло, так сказать, повесила грудь на гвоздь. Однако, судя по ажиотажу вокруг Саши, многие в это не поверили и ждали от него чего-нибудь эдакого. Прочие же горожане вроде нас так и не поняли, кто такой этот Саша Серов, откуда он пошел и куда он девался. Вас всех, дорогие друзья, мы тоже поздравляем с Новым годом! Желаем вам в год лошади, лошадиного здоровья, побольше лошадиных и человеческих сил! Всегда оставайтесь в седле и семь футов вам под хвостом! С Новым годом, лошади, дорогие друзья! Субтитры создавал DimaTorzok